Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Я могу планировать дальнейшие выпуски в более спокойном режиме и вообще планировать в дальнейшем свою жизнь. И также я, конечно, благодарен рекламодателям, которые позволили мне чувствовать себя немного свободнее и больше времени посвящать творчеству, подкасту вам, слушателям. Все это суперклассно, и всем я очень благодарен. И, кстати говоря, если вы хотите поддержать независимый подкастинг в моем лице, то тоже призываю вас подписаться на Patreon, тем более, что там выходят специальные дополнительные материалы. Теперь к каждому выпуску аудиоматериалы, но также и разные истории, документальные свидетельства, фотографии и прочее. Короче, на Patreon интересно. А теперь я хочу перейти к спонсору сегодняшнего выпуска. Сегодняшний спонсор — это культурно-образовательное пространство «Буква-дом». Оно находится в центре парка «Сокольники» в Москве, в таком уютном светлом помещении. Что здесь происходит? Во-первых, здесь проходят лекции по искусству, культуре, моде, по здоровому образу жизни, по ответственному потреблению, театральные и музыкальные мастер-классы, просмотры кино и прочее. И, кстати говоря, я тут подумал о том, чтобы через некоторое время, когда карантин закончится, делать свои собственные лекции живые на какие-нибудь исторические темы из времен Российской империи. Если вам интересно такое, если вы хотели на такое сходить, то, пожалуйста, напишите в комментариях к этому выпуску или в социальных сетях, тогда я буду думать об этом подробнее. Но, о чем я хочу сказать, в «Буква-доме» отличное место для проведения таких лекций, и я надеюсь, что, возможно, я буду проводить их именно там, надеюсь, что все срастется. Ну, и, кстати, если вы и сами хотите проводить какое-нибудь мероприятие, то напишите им, контакты будут в описании к этому выпуску. Еще на первом этаже пространства находится веганское кафе, где готовят из фермерских и органических продуктов, и Zero Waste магазин с качественными товарами для экологичного образа жизни, с книгами и с растениями. Zero Waste означает, что при производстве продуктов и при покупке вы не генерируете новый мусор. Его, на мой взгляд, и так достаточно на нашей планете, и если говорить обо мне, то я никогда на кассе не беру лишние пакетики. Я стараюсь ответственно относиться к следу, который оставляют за собой, и поэтому мне такой подход тоже близок. В общем, респект. Специально для слушателей подкастов в кафе есть скидка. Закажите вкусный австрийский травяной чай или какао с миндальным печеньем, скажите промо-слово «Закат», и будет вам счастье в виде скидки 10%, прекрасного напитка и хорошего настроения. Еще то же самое промо-слово «Закат» действует при заказе на сайте. Если вы хотите что-то заказать из кафе или из магазина, напишите в комментариях к заказу «Закат» и тоже получите скидку. Еще здесь есть читальный зал с множеством актуальных книг по искусству, психологии, бизнесу, устойчивому развитию и не только. И посещать читальный зал можно совершенно бесплатно. В своих социальных сетях они регулярно выкладывают рецензии на книги, и, кстати, одновременно с выходом подкаста выйдет подборка рецензий книг про кино. И одна из этих книг будет про Александра Ханжонкова, героя сегодняшнего эпизода. Так что я тоже отдельно рекомендую проверить в соцсети «Буква дома». Еще на втором этаже пространства располагается каворкинг, где можно поработать с видом на парк. В общем, «Буква дом» — это отличное место, чтобы узнать что-то новое, чтобы отдохнуть, чтобы почитать, чтобы поработать. Причем в центре парка. Супер! В описании выпуска вы найдете ссылки на их сайт и на социальные сети. Помимо анонсов мероприятий, они еще выкладывают разные материалы. Например, на этой неделе специально к выходу моего подкаста сделали материал про экологичность процесса кинопроизводства. На сайте, как я говорил, можно купить товары из магазина и разные вкусности из кафе. Спасибо «Буква дома», что помогает моему скромному подкасту. Переходите по ссылкам и заходите в гости. Всем нам, живущим в большом городе, порой не хватает гармонии, спокойствия, хорошего настроения. А «Буква дом» как раз для этого и создан. В 1908 году кинофабрика Ханжонкова приступила к производству очередного своего фильма «Песнь про купца Калашникова». Российский синематограф тогда только-только расправлял крылья. Всего лишь за два года до этого вышел первый игровой фильм, снятый в России и по российскому сценарию. Это был фильм производства студии Александра Дранкова. И назывался он «Стень каразин» или «Понизовая вольница». Не сойдясь со взглядов с продюсером, от Дранкова ушел его режиссер Василий Гончаров. И перешел к конкуренту, как раз к Александру Ханжонкову. И не с пустыми руками принес три сценария. И одним из которых как раз и был «Купец Калашников» по поэме Лермонтова. На собственные деньги Ханжонков строит в Москве у Калужской заставы съемочный павильон. Актеров для постановки набирали по московским театрам. В 1908 году Ханжонков как кинопродюсер был еще неопытен. Кинематограф тогда дело новое, продюсеров из студии было мало, все друг друга знали, заходили запросто к гости друг к другу. И вот как раз перед началом съемок в гости к Ханжонкову зашел никто иной, как Александр Дранков, автор как раз того самого фильма «Простеньку Разина». Кинопродюсер номер один в России тогда. Ханжонков встретил его с распростертыми объятиями и без задней мысли рассказал про серьезнейшую по силам разве что французам из студии фильм «Поте» киноработу по поэме Лермонтова «Песнь про купца Калашникова». Предвкушая успех, он описал своему коллеге сюжет, сцены и даже костюмы. Каково же было его удивление и даже ужас, когда спустя несколько недель Ханжонков узнает, что студия Дранкова приступила к съемкам кино с тем же названием и с тем же сюжетом. Это означало крах киноленты Ханжонкова, а возможно и крах всего его предприятия. Молодого, подающего надежды, но еще не вставшего на ноги. Александр Дранков был известен своей неукротимой энергией и даже лихорадочностью. Картины он делал сверхбыстро. Он имел сеть партнеров во всех крупных городах. Ленты его разлетались по России очень быстро, а тут еще как на грех, студия Ханжонкова уже запустила рекламу своего фильма. Получается бесплатно рекламируя продукцию конкурента. Надо сказать, что тогда все местные кинофабрики были тесно связаны с иностранными. Все будущие российские киномагнаты начинали с дистрибуции иностранных фильмов, а позже получали у европейских партнеров и киноаппараты, и пленку, и поддержку. И вот Ханжонков связывается со своим партнером, директором туринской фирмы «Италофильм» по фамилии Шламенко. И тот, возмущенный недобросовестностью Дранкова, предлагает свои мощности для ускоренного копирования мастер-пленки. Работа закипела. В самые короткие сроки съемки были закончены, мастер-пленка размножена, но чтобы распространить этот тираж по России, надо еще договориться с сетью сбыта, то есть с кинотеатрами, и отправить пленки им. Ханжонков и Шламенко принимают решение отправлять копии киноленты вообще без договоров, без предоплаты и даже без задатков, просто под честное слово прокатчиков. В спину уже дышал Александр Дранков. Чтобы передать фильмы как можно быстрее, даже воспользовались услугами железнодорожных проводников. И Александру Ханжонкову удалось обогнать конкурента и победить в этой битве. Только спустя пару недель после фильма Ханжонкова у прокатчиков появился фильм «Конкурент» о том же самом купце Калашникове от студии Дранкова. Сделанный наспех только для того, чтобы обойти Ханжонкова, этот фильм полностью провалился. Я имею в виду второй фильм. Так началось эпическое противостояние между двумя киномагнатами, за которым следила вся Россия. Ханжонков опубликовал открытое письмо, предупреждая владельцев в кинотеатрах о бесчестной политике Дранкова. Теперь создание новых картин тщательно конспирировалось. Сценарии скрывали даже от операторов и актеров. Названия на период съемок давались условные для фильмов. Александр Алексеевич Ханжонков был выдающимся кинопродюсером и предпринимателем. Он заслуженно считается родоначальником российского кино, но первым он не был. Благородный, религиозный Ханжонков к делу своему относился так же, щепетильно и честно. Он, помимо того, что был успешным коммерсантом, был энтузиастом кинематографа, видел за ним великое будущее. Многие тогда недооценивали новый вид искусства, считая его таким театром для бедных. То есть это низкопробный пошлый аттракцион, которым одни только заламывание рук, постоянное выдавливание эмоций зрителей. Вот Николай II, например, в 1913 году вот что сказал о кино. Я считаю, что кинематография пустое, никому не нужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может поставить этот балаганный промысел в уровень с искусством. Все это вздор и никакого значения таким пустякам придавать не следует. Ханжонков же, напротив, считал, что с помощью кино можно и учить людей, и перевивать им благородные чувства. Он даже несколько лет подряд снимает образовательные ленты себе в убыток. В фирме своей Ханжонков установил порядки дружеские и открытые, и даже называл ее «товарищество по вере». В 1910 году в голове режиссера Гончарова, того самого, что пришел с Калашниковым к Ханжонкову, в смысле он пришел не с АК-47, конечно, а со сценарием фильма. Так вот, у него созрела очередная идея, довольно безумная. Он предложил шефу, то есть Ханжонкову, снять военный супербоевик с настоящими войсками и военной техникой. И длительностью на полтора часа. Тогда фильмы редко шли более получаса. Так что такой хронометраж – это настоящая эпопея. Ханжонков отказался. Гончаров настаивал. Тогда Александр Алексеевич просто психанул, дал режиссер денег на билет до Петербурга, еще добавил сверху немножко на фраг и сказал, что если тот не пробьет вопрос о войсках и технике через самого императора Николая, в Москву может не возвращаться. Гончаров едет в Петербург, ему удалось добиться царской аудиенции, а на ней разрешение на использование в новом фильме расквартированных в Севастополе военных частей и приписанных к порту военной техники. Съемки обороны Севастополя начались в январе 1911 года. Таких масштабов мир еще не видел реально. Тысячи статистов, настоящие военные корабли, взрывы, стрельба, кровь, затопление российского флагманского линкора для затопления его привязали к подводной лодке. И под конец фильма – документальное интервью с реальными ветеранами той войны. В начале ноября фильм был смонтирован и показан самому императору. Николаю Второму кино понравилось настолько, что он наградил Ханжонкова перстнем со своей руки и орденом Святого Станислава Второй степени. Эта картина сделала Ханжонкова кинопродюсером номер один в России. Однако в то же самое время Дранков, в свою очередь, вывел в прокат невероятно успешный многосерийный фильм и заработал в результате много больше Ханжонкова. Неудивительно, потому что это был первый в России детективный сериал и назывался он «Сонька. Золотая ручка». Вышло шесть серий и об успехе этого фильма говорит то, что после Дранкова фильма о похождениях Соньки начали снимать и другие кинопродюсеры. «Сонька. Золотая ручка» – это реальный исторический персонаж. Настоящее имя ее было Софья Блюфштейн. И она была легендой воровского мира. Она обладала, кстати, редким умом, интуицией, знанием людей. К тому же была довольно симпатична. Если, кстати, хотите выпуск про Соньку, то пишите в комментариях, в соцсетях или в отзывах. Я все это собираю, читаю и планирую дальше, что писать. На актрису, которая играла Соньку, свалилась слава, популярность и деньги. Как видите, два киномагната избирали разные стратегии развития своего кинобизнеса и вообще всей индустрии. Противостояние продолжалось. Финальной битвой Ханжонкова и Дранкова должно было стать трехсотлетие дома Романовых. Александр Ханжонков воспользовался успехом своей картины про Севастополь, заручился поддержкой членов императорской семьи и стал снимать историческую картину «Воцарение дома Романовых». Для нее перемонтировали не вышедший фильм про Ивана Сусанина, а режиссером стал все тот же Гончаров. Александр Дранков такого упустить не мог. Пользуясь тем, что он был поставщиком двора его величества, а он был, кстати говоря, он пробил себе аудиенцию самого Николая II и добился высочайшего разрешения снимать исторический фильм под названием «Трехсотлетие дома Романовых». Кстати, Николай при этом обидел Дранкова, потому что во время аудиенции он у него спросил «Это же вы сняли оборону Севастополя? Классный фильм!» Позже Дранков даже написал кляузмы конкурентов, которые тщательно избегают фамилии Ханжонкова, именуя его «Тот, что снял Севастополь», типа как, знаете, Песков избегает фамилии Навального. Все начинания конкурента именуют «потугами», достижения объявляют «сомнительными», а государственную помощь в съемках Ханжонкова называют «чрезмерной». Короче говоря, в этой финальной битве все преимущество было на самом деле на стороне именно Дранкова. Его трехсотлетие царствования дома Романовых поставил режиссер Александр Уральский из Московского художественного театра, между прочим, самый модный театр в России. Художественной частью заведовал Евгений Бауэр из Большого театра. Компаньоном был владелец старинной костюмерной мастерской «Талдыкин». Фильм получился настолько удачный, что французская фирма «Патэ», самая крупная мировая фирма-кинопроизводитель, взялась его распространять. Но победа Дранкова оказалась первой, потому что те же самые условия французы предложили и Ханжонкову за его юбилейную картину «Воцарение дома Романовых». К тому же французы поставили условия обеим продюсерам. Обе ленты будут выпущены в один и тот же день по всей России. И, кстати, это оказался очень удачный с коммерческой точки зрения прием, потому что люди, чтобы сравнить один фильм с другой, ходили на оба фильма. Публика была подогрета противостоянием двух киномагнатов. 11 февраля 1913 года в дневнике Николая II появилась запись. После обеда смотрели кинематографию «Избрание на царство Михаила Федоровича». Хорошо и достаточно верно в историческом отношении. Какой именно фильм из двух, кстати говоря, при этом имел в виду «Император» – непонятно, потому что он, как видите, не назвал киноленту напрямую. Так кем же был этот авантюрист, эксцентричный кинодеятель Александр Осипович Дранков? Это был своего рода злой брат-близнец высокодуховного Александра Ханжонкова. На самом деле имя Александра Дранкова – о-оу, шалом, у нас опять евреи в подкасте. И я не специально, честное слово. Короче, при рождении его звали Абрам Иосифович. Детство его и юность туманны. Известно, что одно время он содержал танцевальный класс в Севастополе. Рост у него был маленький, фигура широкая. Современники оставили не очень привлекательные портреты Александра Осиповича. Типа маленький, толстый, толстогубый с ярко-рыжими волосами, всегда потный, спешащий, жорстикулирующий. Или развязный и нахальный, черт знает что. Дранков одевался по-щегольски, но выглядел при этом как машинник, который обокрал магазин дорогой одежды. Он всегда носил цилиндр, воротнички, манжеты и бриллианты. И причем, как говорят бриллианты, фальшивые. Когда он переехал в Петербург и добился успеха, он в своем гардеробе завел сотни костюмов, фраков, пар обуви. В своем доме он поселил двух очаровательных дам, француженку и англичанку. И говорил всем, что он с ними практикуется в языках. При этом он был официально женат. Правда, жену его никто никогда не видел. В чем на самом деле он с ними практиковался, будет понятно из дальнейшей истории. Дранков выглядел феерично. И антураж дополняли отличный кабриолет, запряженный серым в яблоках рысаком. Или шикарный автомобиль канареечного цвета, боже мой, за рулем которого сидел сам хозяин. У него были двое посыльных. Один кореец, второй негритенок. Дом его был наполнен собаками и певчими птицами редких пород. Причем птиц Дранков обожал. Наявляем его кинофабрики были золотые павлины. Кстати, возможно, потому что у мирового лидера фирмы Патэ были золотые петухи. Ну, павлины же круч петухов. Корочки чуха. Также Дранков был очень известен кутежами в ресторанах и горных домах и на островах с цыганами. Шумная компания друзей Дранкова купалась в шампанском, а сам Дранков, который не пил и не курил, клеил женщин. Потому что внешне несимпатичный Дранков был отчаянным бабником и не пропускал вообще ни одной юбки. Все начинающие киноактрисы проходили через его спальню. Что роднит, кстати говоря, Дранкова с Харви Вайнштейном. Таким же довольно несимпатичным бабником и великим кинопродюсером. Только 120 лет назад движений Метту не было, так что Дранкову везло в этом смысле. Дранков охмурял женщин просто десятками, может быть даже и сотнями. И к обещаниям, естественно, относился он легко, как вы уже поняли. Он мог перед постелью обещать первые роли, золотые горы, даже мог обещать жениться, а после мог вытолкать из дома и запереть дверь. Иногда для того, чтобы привлечь очередную красавицу, он приглашал ее на съемки. Делал вид, что снимает на камеру, но камеру при этом пленкой не заряжал, экономил. Кажется, кстати, это вообще довольно известный стандарт познакомиться с девушкой, позвать ее на съемки. Как вы поняли, из самого начала выпуска Дранков совершенно не стремился создать себе репутацию честного коммерсанта. Он мог обманывать, он мог обещать и не выполнять обещания. Он мог кого-то нанять на работу за тысячу рублей, а заплатить 500. Но при этом Дранков выделялся, правда, большим умом, хваткой, деловитостью. Человек он был очень оборотистый, авантюрный и по-настоящему талантливый. В нем было что-то увлекательное, привлекательное в деловом смысле. Он очень хорошо понимал, что нужно публике и как на этом заработать. Он был невероятно предприимчив, не раздумывая, сразу брался за дело. Не получится, черт с ним, попробуем что-нибудь еще или по-другому. Истории, например, с купцом-калашником он совершенно не стыдился. Он вспоминал ее с добродушием и не понимал обиды принципиальнейшего Ханжонкова. Типа, ну ты че, чувак, мы же того братья-коммерсанты, ну бизнес есть бизнес, ты меня победил, окей, че расстраиваться. При этом Дранков он не был жмотом и с купцом, он содержал всех своих родственников. Он швырялся деньгами в друзей и малознакомых. В периодах, когда дела шли плохо, слуги и сотрудники не бросали его, помогали ему встать на ноги, кормили, поддерживали. Но как же из содержателя танцкласса в Севастополе он стал поставщиком двора его величества и первым российским киномагнатом. История его была такая. В начале века Дранков увлекается фотографией и в поразительно короткое время становится столичным репортером, папарацци и мастером фотосенсаций. Вот что вспоминал сам Ханжонков о Дранкове в то время. В начале 1908 года я посетил Дранкова. Дранков похвастал снимком царя, произведенном с очень близкого расстояния. Тогда не было объективов. Это было трудно, принимая во внимание охрану, свиту и так далее. Очевидно, понадобилось много находчивости и профессионализма для этих съемок скрытой камерой и для обмана придворной полиции. Затем, добившись известности, Дранков открывает свою фотостудию в Санкт-Петербурге. И причем он внедряет там новые технологии. Первое, что он сделал, это при фотографировании он начал использовать искусственное освещение. Звучит не как что-то прорывное, да? Но на самом деле это был прорыв, потому что до этого фотографировали только при естественном свете. За счет этого обороты во фотостудии мгновенно взлетели до небес. И он, соответственно, смог снизить стоимость съемок. Тогда фотография стала доступной всем – кухаркам, лакеям, рабочим. А доходы Дранкова пропорционально росли. В результате он заводит целую сеть фотоательей не меньше 50. Слушайте, ну кроме шуток, это реально круто. Дранков, помимо этого, одним из первых начинает делать цветные фотографии. А еще, кстати, он нанимает специально хорошеньких девушек. За свой счет их одевает, знаете, ну как это сказать, кокетливо. И сажает их на ресепшн. И народ, незнакомый с порочностью женской объективации, валит валом. В 1907 году Дранков входит в кинобизнес. Он однажды обратил внимание на шумный успех «движущейся фотографии», как тогда это называлось. И в начале 1907 года едет в Париж. Какое-то время он наблюдает технологию производства на местных киностудиях, одновременно пытаясь заручиться деловыми связями, выгодными контрактами с французскими производителями. В Петербург Дранков возвращается со съемочной камерой и с новой энергией бросается в захватывающую стихию кинохроникерства. Он продолжает быть папарацци. Один из его знакомых так описывал профессиональный подход к работе Дранкова. Цитата из воспоминаний. «Господа, расступитесь! Эй, картуз, куда прешь? Мадам, у вас хорошая шляпа, но зачем же лезть в объектив? Масье Квартальный, ради бога, масье Квартальный, вот вам за труд! Ваше благородие, поощрите его за дотычиной! Осади, осади назад!» За это время он успевал 20 раз взглянуть в фокус, усиленно вертел ручками для фильма и платформы, отбивал ногой натиск толпы, отдавал приказания помощнику, заискивающий улыбался их благородием. Проявив и напечатав ленту, он носился с ней по театру владельцам. Настаивал, убеждал, угрожал. Иногда он появлялся в Москве и прямо с вокзала с ворохом лент мчался в фирмы Патэ и Гамон. Предлагал, навязывал, клялся, заискивал. Но когда давал рекламу или рассылал циркуляры, любил прихвастнуть и приврать, упомянуть об операторах из Лондона, из Парижа, из Буэнос-Айреса и Вашингтона, о каких-нибудь несуществующих машинах для съемки лунных пейзажей или о новом каком-нибудь грандиознейшем деле с капиталом в 5 миллиардов. В своем фотоателье он организует кинолабораторию. Там первое, чем он занимается, он переводит иностранные титры, снимает русскоязычные титры на свою камеру и перемонтирует оригиналы. Дранков теперь называет себя не иначе, как первым русским кинофабрикантом и первым русским кинооператором. Он считает себя высшим авторитетом в вопросах кинематографического искусства в России. Для большего успеха Дранкову надо бы заснять какую-нибудь суперзнаменитость. Ну, во-первых, ради славы, во-вторых, чтобы можно было продать ленту в Европу, а в-третьих, из-за азарта папарацци. И он отправляется куда? В Ясную Поляну. Толстой — это же живая легенда. Это самый известный мировой писатель тогда, кроме шуток. Это правда так. Послушайте эпизод, который называется «Где деньги, Лев?» Дранкову Лев Толстой дает от ворот по ворот, но тот не сдается. И знаете, как выглядят первые в мире съемки Льва Николаевича? Они выглядят так. Лев Николаевич идет по усадьбе. Затем он идет прямо на камеру. Затем он как бы в нерешительности стоит перед камерой. Затем он поворачивается и уходит. В чем прикол, спросите вы? В том, что Дранков, не смутившись отказом, скрылся в уличном туалете в усадьбе, расчехлил там свою кинокамеру и принялся ждать. Спустя пару часов Лев Николаевич отправился по нужде. Вот он подходит в туалет. Вот он дергает ручку. Дверь заперта. Лев Николаевич уходит. После того, как Дранков показал эту пленку Льву Николаевичу, тот смилостивился и разрешил папарацци снимать себя легально. И так у нас, благодаря этому, появилось множество съемок Толстого. А Дранков приобрел прям космическую славу. Зная ее репутацию, кстати говоря, столичные газеты начали писать о том, что съемки подложные. Дранков просто загримировал артиста. В дело тут пришлось вмешаться самой Софьи Андреевне Толстой и подтвердить подлинность этих пленок. Но и этого Дранкову было мало. Теперь он хочет снимать настоящие фильмы. Игровое кино. Но Дранков хорошо знает, что требуется русскому зрителю. И выбор его падает на глубоко русские исторические сюжеты. Потому что рынок на самом деле наводнен иностранными мелодрамами в иностранном антураже. Дранков сначала пытается снять Бориса Годунова. Первый блин выходит комом. И Дранков отказывается от попыток пустить его в прокат. Но продюсер не унывает и принимается за следующий сюжет. Им и стала первая русская игровая картина, которая называется «Стенька разен». По сути, это всего лишь шесть коротких сцен. И это на самом деле просто иллюстрация песни из-за острова Настрежень. Короче говоря, это просто клип. Съемки проходили не на Волге, где тонула персидская княжна, а на озере Разлив. Да, и именно на том самом, где потом скрывался Ленин. Артистов Петербургского народного дома одели в оперные костюмы, взятые на прокат. Разбойники осушают взятые тоже на прокат из театрального реквизита бутафорские кубки. Поют, кричат «Ура!», размахивают кинжалами. Княжна танцует национальный танец. И даже есть первый спецэффект. «Стенька разен» берет на руки княжну, поднимает ее, чтобы бросить в воду. Мгновение и на руках у «Стеньки» манекен, который летит в Волгу, то есть в озеро. А еще Дранков первый в России сочетал в прокате звук и видеоряд. Он записал на пластинку музыку, и по всей России распространилась пленка «Стеньки разена» с приложением граммофонной записи. Нет, ну это реально круто! Успех был не просто огромным, он был ошеломляющим. Во-первых, это первая русская кинолента. Во-вторых, по русскому сюжету. В-третьих, про разбойника. Точно в цель, то, что нужно аудитории. Но были, кстати, люди, которые не были довольны премьерой. Это был, например, автор музыки, Политов Иванов. Потому что его Дранков забыл спросить о разрешении использовать музыку. А еще был недоволен автор сценария, собственно, сам Гончаров. Потому что его Дранков тоже кинул с отчислениями за авторские права. Гончаров даже идет в суд. Но суд решил, что сценарий был написан для театра. А это вообще что было? Это синематограф? Что? Что такое синематограф? Какой-то ярмарочный аттракцион? Это несерьезно, парни. Иск отклоняется. Гончаров обиделся. И именно из-за этого перешел от Дранкова к Ханжонкову. И предложил уже Ханжонкову свои услуги. И тут и начинается история про купца Калашникова, с которой я начал. В результате, как вы поняли, битву двух клинамагнатов все-таки выиграл Ханжонков. За его обстоятельный подход к делу, его внимание к деталям и партнерам оказались выигрышнее на дальней дистанции. После истории с трехсотлетием дома Романовых Дранков пытается конкурировать с Ханжонковым, но у него получается все хуже. Дранков тогда находит новое направление – комедию. И начинает выпускать комедийные ленты с участием одних и тех же героев. Был, например, такой дядя Пут, который все время попадал в комичные ситуации. Или был такой Лысый, которого играл Прибалт Рейнольдс. Названия таких фильмов говорят сами за себя. Например, Лысый хотел, чтобы у него выросли волосы. Ну и так далее. Кстати говоря, в России снимать комедии – это довольно смело. И Дранков крут, опять же, тем, что сумел сделать это коммерчески выгодным. Почему, спросите вы? Ну, начнем немножечко издалека. Вот, представьте себе немое кино. Кто вам первый приходит в голову? Конечно, Чарли Чаплин. То есть, это комедия. Был еще, например, Бастер Китон, тоже комедия. Но в России комедии, и конкретно, кстати, Чарли Чаплин, популярными вовсе не были. Комедия положений была не близка российскому зрителю. Никто вообще особенно не смеялся над тем, как актер там смотрит в шланг, и оттуда начинает литься вода. Или как на какой-то вечеринке все кидаются тортами. Что это вообще глупости какие-то? Что тут смешного? Российский зритель любит драмы. И драмы, я, конечно, говорю о любовных драмах, были самым популярным жанром. Желательно, чтобы в конце кто-нибудь умер. Вот это вообще классно было бы. Любовь, измена, тайное преступление, роковые ошибки, невозможность раскрыться и, в конце концов, самоубийство. Люди шли в кинематограф, чтобы переживать. Суперзвезда кино того времени Вера Холодная. И она всегда в одном и том же амплуа. Томная красавица такая, знаете, которая не владеет своим сердцем и страдает. И все вокруг тоже страдают. И взлетом своей карьеры, кстати, Вера обязана как раз Ханжонкову, точнее его режиссеру Бауэру. Хэппи-энды русский зритель презирал. Есть даже истории о том, что специально для нашего рынка в России переснимали концовки иностранных фильмов, гримируя русских актеров под западных звезд. Если на Западе в фильме все время шла драма, 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 тучи сгущаются, вот-вот произойдет непоправимое. Но ура, счастливый случай, бог выглянул из машины, и главная героиня идет замуж за любимого свадьба, все счастливы, хэппи-энд. Наши соотечественники такого не понимали и не принимали. Для них было идеально, если было так. Драма, 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 тучи сгущаются, и главная героиня стреляется. Отлично, достоверно, щекочет нервы, есть о чем призадуматься, главное жизненно. И эту любовь русского зрителя все кинопродюсеры понимали и нещадно эксплуатировали. За что, кстати говоря, пользовались презрением со стороны театральных режиссеров и вообще культурной образованной публики. Низменное искусство, даже не искусство вовсе, а так щекотка нервов мелких служащих и гимназистов, которых пубертат заставляет каждую неделю смотреть в кино, как Вера Холодная, с невероятными тенями на веках и под глазами, влюбляется, страдает и погибает от любви каждую неделю. Вот это жизнь, вот это я называю жизнью. Короче, комедии — это не то, на что публика ходит в кино. Однако Дранков сумел найти сюжеты персонажей, которые оказались успешными. Так что пальму первенства и в кинокомедиях можно отдать ему. Но, тем не менее, в десятых годах уже по уровню заработков он далеко отстает не только от Ханжонкова, но и от других кинопродюсеров. Например, от Ермольева, который стал тогда номером вторым. Февральская революция и отмена всех запретов вдохнули новую жизнь в Александра Дранкова. Его неуемная энергия и страсть к репортажной съемке как раз подходили для вооруженных восстаний. Он снимает на улице демонстрации. В объектив его камеры даже один раз попадает пуля. Еще, так как он оставался самым скоростным кинопродюсером, он быстро понял, куда дует ветер, взял свой старый фильм по прессе Горького, который запретила цензура, перемонтировал его и назвал «Драма из жизни Распутина», как бы эксплуатируя жажду простого зрителя к жареным подробностям из жизни дворца. И вот мы подошли к революции, и, как вы понимаете, дореволюционный расцвет кино закончился. Закончился он, как и многое тогда, после переворота большевиков. Впереди в советском кино появились новые звезды Дзига Вертов, Эйзенштейн, Довженко, а Александр Дранков и Александр Ханжонков бегут из столиц на юг. Первое место, где во время гражданской войны наследил Дранков, был Киев. Помните, как у Булгакова? Город жил странной и неестественной жизнью. Бежали банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, адвокаты, общественные деятели, бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, пассивные педерасты, бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрис императорских театров. Город разбухал, ширился, лес как опара из горшка. Из Киева Дранков бежал в Одессу. Там он объявил об открытии практической киностудии при первой в России кинематографической фабрике Александра Осиповича Дранкова, где были намечены отделы съемочный, лабораторный и операторский, которые предполагалось вести, цитирую, под личным наблюдением директора фабрики. Звучит солидно, правда? На самом деле знаете, что это было? Дранков устроил порнографическую студию и порнографический кинотеатр. Я не уверен, честно говоря, что в этой области Дранков был первым в России, вполне возможно. Но и в Одессе он не задерживается и, в конце концов, бежит в Константинополь. Ханжонков же в это время в Крыму, в Ялте. Он там строит новую киностудию. К нему перебираются из Москвы другие кинодеятели. Во времена Гражданской войны Ялта становится российским Голливудом, центром российской киножизни. Но, конечно, это была очень жалкая киножизнь. Пленку покупали у спекулянтов на черном рынке, экономили на всем, чем можно, снимали своих знакомых и друзей. Ханжонкова тогда, сорок с лишним лет, и он тяжело болен. Он передвигается в инвалидном кресле, но все же продолжает строить кинобудущее нашей страны. Именно от него СССР получил в наследство ялтинскую и одесскую киностудии. Ну и Ханжонков, в конце концов, бежит из страны в Европу. Там он ставит эксперименты над первыми звуковыми фильмами, но вообще ему постоянно не хватает средств, как и многим-многим эмигрантам. А вот примтриимчивый Дранков в Константинополе изобретает новое дело и опять зарабатывает капиталы. И вы удивитесь, на чем именно. Помните, у того же Булгакова была описана жалкая жизнь белых эмигрантов в Турции? Помните, как они пытались заработать в какой-то момент? Был там такой Артур Артурович, тараканий король, организатор бегов и тотализатора на тараканьих бегах. Так вот, тараканьи бега, похоже, придумал именно Дранков. По крайней мере, он их точно организовывал. Он понял, что на тараканьи бега не нужна лицензия, потому что никто не мог догадаться, что такое дело существует. Устроить это дело просто. Наловили тараканов, благо далеко ходить не надо было. Придумали им имена, наклеили наклеечки на спинке разноцветные, взяли ящик, разделили его досточками на дорожки и дали рекламу. Бега открытые, невиданная нигде в мире русская придворная игра, тараканьи бега, курс да кафар, карсо дель пьетелло, рейс оф кокротч, любимая забава покойной императрицы в царском селе. Это я, как вы поняли, опять цитирую Булгакова. Заработав на бегах, Дранков уезжает в Сан-Франциско, самое место для киномагната. Там он открывает скромную фотостудию, но в целом о его жизни за рубежом не особенно известно. Ханжонков же в 1923 году вернулся в Союз, он работал в Госкино, но в 1926 году с группой руководителей про лет кино он был арестован по статье о финансовых злоупотреблениях. В итоге он был освобожден, ввиду отсутствия доказательств, но он получил запрет на работу в кинематографе, и он был лишен политических прав, и жил до конца жизни в Ялте. А вот на другой стороне земного шара последний след выдающегося российского кинопродюсера, режиссера, бизнесмена, папарацци и бабника Александра Дранкова можно найти в архиве похоронного бюро «Синай». Из квитанции номер 7277 следует, что в воскресенье 9 января 1949 года Александр Дранков был похоронен на еврейском кладбище. Счет за ритуальные услуги. Стоимость стального гроба номер 518 – 209 долларов. Хранение в холодильнике – 15 долларов. Участок на кладбище – 140 долларов и так далее. Всего 413 долларов 64 цента. А на личном счету усопшего оставалось лишь 380 долларов. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok